Ну, прежде всего, я очень рад, что мы добились победы. Игра была очень сложная. Вы знаете, насколько мы с ними простые игры получаются изгонами. Мы очень довольны. Не всё прошло так, как хотелось бы, но в целом мы довольны, что мы могли решить исход немножко раньше. Были предпослухи, чтобы не ставить мяч на ночь. Пользуюсь случаем, в котором хотелось бы отметить очень хорошие команды, самобытные. Игра была очень квалифицированная попадающая. Мы очень довольны, что мы сжали. Мы даже перед этим пропустили два мяча и сегодня справились. Спасибо. Хорошая, интересная игра, которая, я думаю, понравилась зрителям. Естественно, мы серьёзно готовились к этой игре с таким классным соперником. Но для того, чтобы в каждой игре добиваться результата с БАТЭ, нам просто пока не хватает ресурса. Некоторым игрокам мы банально классные. Но, тем не менее, претензий к ребятам у меня нет. Они старались, выложились полностью. Что ж, это футбол, конечно, повернись там. Во втором тайме Матвеенко с двух метров не забил гул. Повернись там, удача к нам в лицо. Возможно, мы могли бы рассчитывать на что-то большее. Потому что, ещё раз повторяю, в играх с таким соперником нужна ещё и удача. Но сегодня она от нас отвернулась, поэтому проиграли. Очень жаль, очень жаль. В домашних играх это болезненно, вдвойне болезненно, когда проигрываешь дома. Но у нас впереди две домашних игры, в которых мы постараемся порадовать наших болельщиков. Спасибо, пожалуйста, за задать вопросы. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Дзюмич, не битый матч. Какие-то эмоции с собой были? Волнение, не волнение? Какие чувствовали? Ну, скажу честно, в плане развития никакой разницы на выложениях. То есть, что я был старшим клиентом, сейчас, то, главное, чувства схожие. Поэтому, особо ранее странно. Спасибо. Еще раз. Пожалуйста, Америку. Алексей Александрович, штрафной на последних секундах мог бы, мне кажется, Близнюк бить, а это его точка? Он и должен был бить, и я не знаю, почему мяч схватил Матвеенко. Это точка Близнюка. Я не знаю, он чувствовал какое-то недомогание, в принципе, я еще не выяснял. Но и на установке было сказано, что это точка Близнюка, однозначно. Спасибо. А, за минуту я до слова, почему? Значит, мы стали проигрывать центр поля, потому что Близнюк, все-таки, это не центральный полузащитник. Поэтому нужно было Близнюка сдвинуть группу атаки, ну, в смысле, не группу атаки, нападающим, а центрального полузащитника, учитывая, что у нас и Кирильчик болен, и Рудик не мог принимать участие сегодня в игре, поэтому, ну, выбор пал на Ямченко. Субтитры сделал DimaTorzok